Вот, это вот на сегодня об Иване Савине, хотя еще там, конечно, очень много чего можно открывать, очень много чего прочитать и спеть, так что, может быть, когда-нибудь это разрастется в больший объем. А сейчас я хочу еще об одном замечательном поэте-писателе русской миграции сказать несколько слов. Ну, у нас вот месяцы слов, да, это, значит, поскольку мы пропустили июль-август, сейчас уже сентябрь, то мы вот в этой программе объединили за три месяца, ну, кого смогли. Не всех, конечно, тут еще много кто остался за бортом, но вот объять-то необъятное невозможно. Я хочу сказать о Нине Берберовой. Нина Берберова родилась в августе. Мы с ней в один день родились, 8 августа, и это очень приятно для меня. Вот, ну, конечно, Нина Берберова имя-то известное, тут не надо ее представлять, кто она такая. Наверное, все уже знают, по крайней мере, книгу «Курсив мой», и если не читали это уже слово, то знают, конечно. Вот, а она написала, на самом деле, много чего еще. И вот в свое время тогда, когда она жила в эмиграции, сначала в Европе, потом в Америке, ее имя было хорошо известно, лучше, чем сейчас. Вот тогда, в Париже, и когда она переехала в Америку, и за океаном ее имя знали, она много написала романов и биографических, и автобиографических, и рассказов, и романов, и писала она и стихи. Вот, я спою три песни на ее стихи, но сначала мне хочется прочесть несколько небольших цитат вот из ее вот этого курсива, потому что, конечно, ее жизнь – это просто вот какой-то такой подвиг самосоздания. Вот она удивительная женщина, там ее иногда называют «железная леди», да, вот она прожила же долгую очень жизнь, 92 года. В 1901 году она родилась, умерла в 93-м. Филадельфия успела уже вот в наше время вернуться, посетить Россию, и здесь вот с кем-то встретиться. Ну, в общем, она прожила интереснейшую, такую очень активную, очень насыщенную жизнь. И все это вот как-то делалось, она не плыла по течению, а она вот сама свою жизнь делала, и себя сама делала. И даже вот эти трагедии, катаклизмы, как она пишет, если до конца сказать правду, ужасы и бедствия моего века помогли мне. Революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение. Вот, понимаете, вот даже вот эти вот страшные вещи, страшные события, вот как-то она не воспринимала как что-то вот, ну, крушение всего. Вот по-разному уже, да, эмигрантские судьбы складывались. Вот мы слышали стихи, какие Иван Савин, это тоска по родине, это вот ужас. Но, конечно, они разные, у них разный опыт прожитой, да, она, конечно, не попадала в это вот в пекло и войны, и плена, и всего. То есть, в общем-то, у нее более-менее благополучно так сложилась жизнь, если можно так сказать. Они с Ходосеевичем уехали в 1922 году, ну, там как-то все-таки устроились уже, ну, вот в этой русской литературной среде они были известны, и она писала, и работала, и в газетах сотрудничала, и в журналах русских. Вот, и, ну, конечно, там бедность, конечно, лишение, нужда, но все-таки вот она считает, что это ее как раз закалило. Еще хочу прочитать о ней, просто вот это кредо как бы такое жизненное. «Я пользуюсь свободой делать или строить свою жизнь, которую мне в мире, где я живу, даровало мое время. Я пользуюсь своим правом, как воздухом. Оно мое. Не завоевываю, не вымаливаю, не оплачиваю, но беру, как мне принадлежащее. Ответственность несу перед самой собой, не полагаясь на слепой случай. И в полном сознании делаю тот шаг, от которого зависит не то, не это во мне, а я сама». Вот это очень много говорит о человеке. И вот еще она по поводу творчества. Ходосевич в свое время там все ее уговаривал писать. Пиши, пиши, пиши. Вот, а она говорила, что прежде чем писать, мне нужно осмыслить самое себя. Вот я прежде чем писать, я думала. И вот это вот тоже интересная очень цитата по поводу писания. «Мне хотелось писать. Я искала все возможные пути индивидуального освобождения, но я никогда не могла жертвовать минутой живой жизни ради строчки написанного, равновесием ради рукописи, бурей внутри меня ради мелодии стиха. Для этого я слишком любила самую жизнь. Я хотела быть, во-первых, человеком, во-вторых, образованным человеком, в-третьих, современным образованным человеком, в-четвертых, современным образованным человеком в гармонии с собой и в гармонии с дисгармонией страшного мира. И только в-пятых, я хотела писать. Не для читателя друга, а для очищения себя». Вот, понимаете, мне кажется, вот эти слова прямо вот каждому повесить перед собой, чтобы какой-то вот такой, как зарядка такая. Вот, и тем не менее написала она довольно-таки много всего. Вот. А, я хочу вам вот еще один стих ее прочесть. Этот стих написан уже в таком возрасте, в 67-м году. Но это стих, как она написала, из стихов о прошлом, собственно говоря, о ее рождении, о появлении на свет. Восьмое августа 1901 года, Санкт-Петербург. Какой сухой и душный летний день, Какая пыль над Петербургом висла, Торцы меняли на морской, Стоял ужасный грохо. Мать хотела сына, Отец хотел не сына, Нет, но дочь. Был ранний час, И в Дублине еще никто не просыпался в старом доме, И не скрипел пером в углу своем. А в Вене собрались уже студенты, Галдя, сморкаясь, споряя, куря. И в доме у реки, в другой столице, Лохматый с выпученными глазами, Смотрел весь день на формулу свою, Готовя век к таким переворотам, Которые не снились, друг Горацио, Ни нашим мудрецам, Ни тем фантастам, Которые, Уж если семь часов, Кричать и выйти от боли, То уж лучше пусть будет мальчик. День и ночь морская, Кипящим дегтем пахла из котлов, И этот запах я теперь люблю. Я в мир вошла, Мать разорвав на части, Пока Мане писал свои соборы, И Малер сочинял свою шестую. Я грызла грудь ее потом до крови, Я не давала спать ей шесть недель Немолчным криком в жарком Петербурге, И плакала она тогда ночами От слабости, от боли и от страха, Что я не буду на нее похожа. И я могу сказать, Что оказалась она права. Но веселился рядом отец, Что вышла по его хотенью, И говорил, что если я ору, То откричусь заранее, И после уже не буду плакать никогда. Он в этом оказался тоже прав. И оба правотой своей гордились До самой смерти, До тех пор, когда Все там же, В том же старом Петербурге, Но в ледяном сорок втором году Они замерзли вместе черной ночью. Удивительный стих, правда? Ну вот теперь Это из ее ранних стихов Парижского периода, Периода жизни с Ходосевичем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ее, Лаурой Юлией, зови Или Еленою, но без любви Ты жить не можешь, всем нам снится сон Никто любовью не обойдён Но без любви ты жить не можешь, всем нам снится сон Никто любовью не обойдён Никто любовью не обойдён Но без любви ты жить не можешь Всем нам снится сон, никто любовью не обойдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вперед вечерний час, в тумане улиц старых Порой плывет на нас в забытый звон гитаре. Или открыли дверь оттуда, где танцуют, Или в окне теперь красавицу целуют. Над этой мостовой та песнь звучит, как прежде, Старинною тоской, по счастью и надежде, Ее поет другой. Теперь в часы заката она осталась той, Какой, какой была когда-то. Она осталась той, какой, какой была когда-то. А ты прошли годы, речной волны быстрее, Ты любишь, как тогда, ты стал еще нежнее, Ты стал еще вернее, чем в первые свидания. Твой жар мучительней, мучительней признания. Твой жар мучительней признания. Твой жар мучительней, мучительней признания. Твой жар мучительней признания. Вперед вечерний час, в тумане улиц старых, Порой плывет, плывет на нас забытый звон гитары. Ну и напоследок еще один завет от Нины Берберовой. Стихотворение 1978 года. Открой, заговори, скажи, ответь, признайся и поведай, Чтоб слово камнем испрощи самофракийскую победой Метнулось в мир из тьмы твоей. Не смей молчать, таить не смей, молчанью оправдания нет. И как художник выжал краску, так ты, прозаик и поэт, Все слезы выжми на огласку, все скрепы, настишь, отпусти, Вселенную оповести, но не отчетливую одой, А бредом, криком и свободой с наружным шумом пополам. Найди себе освобожденье, другим позволь до пресыщенья Питаться тайною твоей. Не смей молчать, скрывать не смей. Первый сентября, как и положено учителю, Директору, тем более гимназии, Родился Иннокентий Федорович Анинский. Я спою его песню, Его стихотворение, посвященное царскому селу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова